Пламя мира продолжает свой путь по знаковым местам Беларуси. Сегодня огонь. Вторых европейских игр доставили в Сморгонский район. Факел вторых европейских игр на Гродненщине. Областной центр отправная точка. Затем в маршруте эстафеты огня Пламя мира, Августовский канал, Вертелишки, Волковыск, Мир, Новогрудок, Березовка, Лида, Усадьба Агинского, Белорусская АЭС, Гервяты. Эстафету встречали в музее-усадьбе Михаила Клёфа-Саагинского, персонажей семьи композиторов. В честь зажжения огня вторых европейских игр там устроили весенний бал и все в историческом антураже. Для гостей праздника открыли много тематических площадок. Можно было прокатиться в карете и разучить язык веера. Я вообще сама занимаюсь легкой атлетикой, поэтому мне это было не впервые бежать. Было волнительно очень, конечно. Когда только вышла из своего микроавтобуса, сразу волнение захлестнули, как, что делать. Но потом только, когда начала бежать, уже все расслабилось. Начали уже люди плодировать и все. И просто там начала махать, кричать им. То есть это был настолько торжественный такой момент. Я сегодня не был актером. Я все-таки был человеком, гражданином, патриотом, человеком, который невероятно гордится, что в нашей стране проходит такое историческое, действительно мировое, глобальное событие. В эти минуты эстафета продолжается. На очереди БелАЭС и агрогородок Гервят. Именно у стен архитектурной жемчужины Беларуси и Троицкого костела завершится марафон по Гродницкой области. Интересы ко вторым европейским играм возрастают и с каждым днем. Увеличивается и спрос на билеты. Уже реализовано около 60 тысяч квитков. На мультиспортивный форум едут фанаты из Австралии, США, Таиланда, Китая, Камбоджи, Лаоса. В топе спроса у болельщиков соревнования по легкой атлетике и гимнастике самбо. Борьба, дзюдо и кратэ. Быстро разлетаются и билеты на игровые виды спорта.